Продолжение следует... Чтобы избавиться от него, потому что чувство вины – это средство социальной манипуляции со стороны общества, другим человеком. А что касается ответственности, то прождите, надеюсь, вы себя обманываете, ибо никогда это не ответственность, а наоборот – это бег от ответственности. Я поясню. Дело в том, что ответственность человека проявляется в его заботе в первую очередь о себе. И если это два психически недорого человека, как вы говорите, если у них есть диагнозы, а про них вы ничего не пишете, если у этих людей есть диагнозы, то их необходимо поместить в соответствующие учреждения, без их даже разрешения, где они будут оказывать помощь, и где они будут проходить реабилитацию либо до вменяемого состояния, либо, соответственно, до контраста и дней. Это первое. Второе. Ответственный человек никогда не будет вредить себе. Вы себе вредите. Тем, что вот вы говорите, что вы устали, что вы пишите, что я хочу уехать и бросить все. Вот. Это, вот то, что вы делаете, это подавление себя. Вы подавляете себя. Чувство вины позволяет вам себя подавить. Это не ответственность. Это не эти ответственности. Это, наоборот, бег от ответственности. Это невозможность принять решение, невозможность сделать выбор. Это не ответственность. Это, наоборот, избегание ее. Поэтому здесь, пожалуйста, постарайтесь себя не обманывать. У меня как в ответственности вечно идет. Вообще, там, где есть чувство вины, нет ответственности, есть только перенос ответственности. То есть, сейчас вы, по сути дела, переносите ответственность себя за свою жизнь на других. То есть, вы позволяете своей семье, маме и сестре портить вашу жизнь. Давайте подумаем. Они бы, если бы они были вменяемыми, если бы они были здоровыми, а хотели бы для вас такой жизни? Ответьте себе на этот вопрос. А если нет, если они не хотели, если они вас, например, не любили никогда, то стоит ли из-за них портить свою жизнь, чтобы потом всю жизнь, опять же, их ненавидеть? Понимаете ли вы, что вы будете их ненавидеть всю жизнь, если позволите ситуация складываться вот именно так, как вот она складывается сейчас? Понимаете ли вы, что вы накладываете на этих людей, на этих людей, вот на вашу маму и на сестру, ответственность за свою дальнейшую жизнь. Потому что получается, что они ответственны за то, что вы тратите на них свое время, молодость и, в общем-то, энергию. А эти люди, они не могут осознать этой ответственности, они в принципе ее понять не могут. И получается так, что вы будете ненавидеть людей за то, что они делали, даже не осознавая этого. Они просто жили, фактически. Вот. Поэтому вопрос о ответственности, я полагаю, мы с вами прояснили. То есть вам нужно как раз-таки взять на себя ответственность за себя, принять решение и делать так, как вы считаете нужным, в первую очередь для себя. А потом уже для других. Потому что о себе, о вас, кроме вас же, никто не позаботится. И это нужно помнить. Как можно лучше. Теперь, далее. Вы говорите, что у меня началась депрессия. Это модное, значит, слово, которое не всегда означает то, что оно означает. Депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом. И по диагностированию которого, вот этому заболеванию, назначается лечение, в том числе и медицинское, медикаментозное, точнее. Депрессия – это длительное заболевание. У вас, скорее всего, депрессивное состояние, как я думаю, но тем не менее, тем не менее. А какой ответственности может идти речь, если вы позволяете другим на себя взвалить обязанности по уходу за мамой и сестрой? Это не ответственность. Это чувство вины. И чувство вины было привито вам другими родными, скорее всего. Может быть, даже от той же мамы вашей. Вот эти отношения и нужно с вами разбирать, чтобы отчетку именем абстрагироваться, отдалиться и учиться устанавливать личные границы, ваши и границы других людей, и не позволять другим людям вредить себе. Далее, далее, я не знаю, как заставить себя двигаться вперед. Как подчувствовать, что я хочу жить? Ну, я полагаю, что этот вопрос, он довольно бессмысленен, потому что вы либо чувствуете, что хотите жить, либо нет, это во-первых. А во-вторых, знаете, вам нужна возможность, именно возможность, для того, чтобы почувствовать, что вы живете. А возможности этой у вас пока нет. Потому что вы взяли ответственность на себя за других, а на себя свою же ответственность сбросили. И из-за этого у вас и проблемы. Как раз таки. Поэтому, вы не почувствуете, что вы хотите жить до тех пор, пока вы не возьмете ответственность за свою жизнь, на себя. А до этого, ну, не избавиться от чувства вины, которые вам привели родители. Для этого необходимо личностно расти. То есть, личностно рост, это возможность принятия своего собственного выбора иногда во вред другим людям. Тут надо понять, что когда я делаю выбор, кто-то остается недоволен. Так всегда было, так будет. И вы, принимая решение делать выбор, признаетесь, что кто-то недоволен может быть. И это нормально. Но этот человек, который недоволен, грубо говоря, он недоволен только в рамках своей ответственности. Потому что вы делаете то, что касается вас, а он делает то, что касается его. И если он психически болен, ему нужна помощь, то оказывать эту помощь все-таки должны профессионалы. Поэтому вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и записаться на консультацию по избавлению от счетов во время. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!